всем доброго времени суток уважаемая вот как вы увидели с вами опять я и мой ковер легендарные уже да я думаю и как все поняли сегодня пойдет какой-то там обзорчик соответственно про какие это там спиннинги вернее про спиннинг ну а сегодня у меня в гостях оказалась вот такая вот палочка палочка от компании smith называется на лаклес барон д твичер 53 53 размере полная маркировка там у него тлб-53 дт то есть вот эти все маркировки дт и тлб то есть мне что-то напоминает с военной и не только с военной но соответственно с тракторной нашей техникой дт тлб то есть интересные такие сочетания вот ну что давайте посмотрим вот такой вот чехольчик сейчас он пока шел он сделан из неопрена помялся упаковочки это все распрямиться вот таким вот образом видите все надпись я думаю сейчас вам медленно покажу спиннинг конечно они бюджетной ценовой категории думаю это неважно так что интересного в этом чехле чехол у нас дион из двух секций и сделан он как-то интересно то есть ну не как у всех он не разделен просто пополам то есть прошивкой и карман над карманом он тоже полностью не сделано сделан как бы в половину как то есть непонятно реально видите как бы вот здесь у них такой вот закусик и наполовину самого чехла сделан как бы вторая секция с одной стороны вот это она как бы там из чего-то мягкого не знаешь а там на неопрен или что подложено а вот с другой стороны где надписи то есть обыкновенный вот как лапан такой тонкий материал ничего там нифига короче не подложено то есть всего этого движения честно сказать я не понял с одной стороны мы видим хоть что-то типа там мягкая что-то такое толстая неопрен или поролон я не могу сказать уже не собираюсь а срезать ножницами этот чехол и выяснить что там а с другой стороны просто тонкий материал ну конечно хорошего качества вот это первое впечатление даже не впечатление просто рассказал что мы видим виде чехла вот даже сейчас вам покажу более четко как этого две секции выглядит вот посмотрим сам спиннинг конечно же состоит он из двух колен так выглядит хлыст вот таким макаром выглядит помид видим что здесь и есть какая-то еще бирка и указаны все возможные маркировки а маркировки этот рутинг спинк спинк рутинг спинк логлаз барон 53 до твича что означает 53 это его длина сто пятьдесят девять сантиметров могу уважаемая ошибаться так дэд твичер тлб 59 дт ну и показывает нейлон п и line это у нас получается до 6 либров можно применять шнуры да то есть которыми он будет как бы сказать безболезненно работать случае там каких-то перегрузок это до сна разумной нагрузкой до 6 либров и его тест приблизительно они вот так вот написали 10 грамм то есть не написали вот скольки возможно от нуля не знаю вот так вот выглядит ручка с катушкодержателем вот здесь у нас две гайки одна зажимная другая контрящаяся которая парк антрил от вот такой сам катушкодержатель тут конечно все надписи что-то конечно логлаз барон что вот то есть и буси лясем трясем вот видим что здесь и сделан такой крючочек видно для приманок все тут в поле тлени но по качеству видно что пробка достаточно относительно неплохого качества на самой ручке я бы не сказал что она высшего качества уважаемая но она и неплохая есть конечно каверны которые заделаны шпатлевкой они уж не такие гигантские не так уж много вот тут же видно из дерева проставка в катушкодержателе вот видно давайте покажу это вам все поближе чтобы вы смогли посмотреть но все надписи такая ручка это гаечки в отцеп мы видим сделан из его я и давайте сразу посмотрим колечки колечки у нас сиков ски в титановых оправках fuji все тут написано тут там на камеру конечно не увидим что здесь написано fuji titanium там ну и все такое сделано не по новой технологии видите там с обводами противозахлестными и соответственно уже расстановка там соответственно по новой концепции вот такие вот кульчики вот все характеристики я спиннинга назвал давайте еще раз повторюсь 159 сантиметров его длина вот его тест от нуля как я понял просто пишут до 10 грамм от 0 они пишут соединение у нас шпиготного типа одевается двумя пальчиками спокойно конечно все в порядке закручу эти гайки чтобы ничего не гребежало спиннинг у нас получается одноручный вот его длина всего если взять за рукоятку при забросе тот всего ничего на спиннинг по по позиционированию фирмы является экстра-фастовый типа как рапира он да он действительно такой с такой длиной такой как бы так вот потому что кисть кистевого удара по локтю конечно не сделать не понять как он отыгрывает но вот насколько я понимаю то есть он если гнется то гнется где-то начиная тот в этой части весь такой то есть чисто кончик не работает сразу же видно что значит он будет конечно при нагрузке виза требу рыбы хлеб постараться нагрузить до вода видно к середине вот от самого начала вот и ближе к середине вот она нагрузка пошла видите то есть это говорит о том что конечно при поклевке рыбы да так спиннинг создан именно для ловли там форели на течении до его специально назначение видно что как все нормальные лососёвые спиннинги будет эту рыбу вязать и уходит как бы в параболу да то есть с этим нельзя не согласиться это то что нужно для ловли таких рыб тут понимание у компании smith на сто процентов вот спиннинг также предназначен для твичинга видно что он такой как бы коловатый вот что могу сказать по качеству когда держишь такую палку не дешевую по качеству здесь тоже все в порядке смотришь как покрыта лаком как сделана плетка как это конечно к качеству трудно придраться может быть какие-то там самые такие гурманы в этой области они могут придраться ну я лично конечно не могу ничего предъявить по этому поводу то есть все ровно кольца у нас до мутаны до конца тюльпан у нас антоз анти захлестный как мы говорим кольца все титаново в титане как бы в титановых оправках вот и с новыми этими модными обводными анти захлестными видим кольца небольшие и сразу же прижимаются к бланку чтобы сделать точный заброс этим спиннингом уважаемость расскажу рыбачить я не буду спиннинг просто у меня в гостях от этого как бы ждать видео что как я им буду ловить конечно же не стоит вот я просто рассказываю свои общие впечатления вот ну давайте для интереса у меня вот есть весы даже парой весов одни более точные другие погрубей для более больших этих измерений да ну давайте самыми точными мы сейчас попробуем сейчас а примерю сначала попробуем измерить вес этого спиннинга так а вес данного спиннинга у нас 97 округлим меньшую сторону до 90 72 так третий раз ну короче округлим меньшую сторону весит спиннинг 90 грамм то есть при длине 159 сантиметров тестом до 10 грамм вес его 90 грамм ну я бы не сказал конечно что это действительно там мега предел мечтаний легкости спиннинга нет конечно это для таких как бы сказать длин тестов это как бы ну нелегкий спиннинг это вам сразу же скажу вот такой вот его и вес ну давайте посмотрим его баланс вот с такой вот катушечкой данном случае для теста проверки баланса у меня будет твин пауэр и тысячный размер фб это евро рынок шестого года катушка сама надо признаться по современным меркам нелегкая потому что уже прошло больше десяти лет с этого модельного ряда когда она была выпущена уже 11 лет от этого я очень взвешиваю на других весах более грубых и узнаем вес катушки вес катушки 214 215 215 215 грамм конечно это там и не 300 грамм ну и по сегодняшним меркам 215 грамм это тоже как бы сказать немало когда на сегодняшний день существуют катушки с весами и 160 грамм да как бы сказать вот так что по сегодняшним меркам это не легенькая катушка в принципе что-то легче я для теста не могу поставить потому что у меня просто наличие нет как бы легких катушек у которых вес меньше чем в этой катушке давайте посмотрим какой у нас балансом данной палочки единственный минус я вот что вот вижу по катушку держателю что у него вот эта вот гайка которая будет прижимать сама она крутится по кругу и от этого чтобы попасть в паз куда будет входить лапка катушки его нужно не просто так от раз и сразу же вставить так как она на 360 крутится нужно его визуально увидеть прокрутить и как бы наживите дальше уже как бы вот мы будем закручивать то есть есть вот такое маленькое неудобство ну конечно это не помеха для рыболов вот что мы видим мы видим что конечно баланс идеальный для данной палочки даже когда его сейчас беру в руку полностью расслабляю центр тяжести у меня просто в кулаке вот все никаких нагрузок не туда не тянет не так ничего все баланс идеальный взял просто обалдеть то есть с весом катушки 214 грамм мы видим что баланс идеальный он даже не просто идеальный он прямо блин прям на уровне мы видим ролика лесоукладывателя и даже и даже чуть-чуть за него это говорит о том что даже если мы поставим более легкие катушки то конечно баланс будет идеальный если кому-то уважаем и интересно вот эта вот информация тут по балансу я вот вам рассказал что можно даже ставить катушки я думаю и 180 и 190 грамм и будет идеальный баланс с данной палочкой вот вот спиннинг у нас уважаемые создан соответственно для твичинга у него короткая ручка и обладает он строим экстра фаст как раз это для твичинга каких-то таких небольших воблеров соответственно так как это смит надо предполагать что это конечно воблера быстро тонущие ты под до контакт до инсайтом и еще что-то вот в этом вот духе и не только их даты все твичингованные воблера типами ну которые имеются у компании смит вот что тут сказать еще в принципе больше добавить не могу строй быстрый нету смысла вам показывать как он играет потому что ничего толком на таком каратыши не понять ну в мое впечатление если хотите знать то скажу конечно свое впечатление по данному спиннингу качество отлично внешний вид тоже хороший хороший у него как бы сказать дизайн все сделано качественно вот еще одно отличие которое заметил это достаточно толстые стенки бланка вот если можно будет увидеть я думаю навряд ли вы увидите да то есть толщина стенок до хвоста она не тонкая понимаете она не тонкая от этого и спиннинг я говорю он как бы нелегкий это говорит о том что конечно спиннинг при уваживании будет выдерживать хорошие большие нагрузки он должен держать ну с одной стороны не знаю зачем ему такой запас прочности я не думаю что производители данной фирмы данной фирмы делали этот спиннинг специально для того чтобы он выдержал там сверх нагрузки таскал там то и менее по 20-30 килограмм в таком исполнении конечно нет мне кажется за счет этой толщины бланка они просто давали ему жесткость чтобы чтобы сделать его твичингу навряд ли они придавали ему супер какую-то там надежную прочность потому что современными материалами можно сделать и тоньше как бы стенки и на рыбе его сломать будет практически невозможно так что скорее всего они именно создавали это вот именно жесткость жесткий экстрафастовый строй вот спалка хорошая ну и что еще хочу сказать конечно это его цена его цена этого спиннинга уважаемые конечно не маленькие как видите у меня допустим вот для примера вот есть спиннинги справа если вы думаете что за спиннинг легкий и весит 90 грамм я хочу сказать что то не легкий спиннинг вот допустим если у меня про 4 это если мы видим я вам просто его достану вам покажу что и видите сразу же диаметр бланка диаметр как бы сказать и длина всей ручки и вообще как бы размеры его да в целом этой крошки да и фэма sky видим что размерами конечно она не совместима с данным смитом да видно тут просто габариты больше всего этого но если взять ее общий вес до взвешивать для интереса вам покажу что она будет в разы конечно легче на вес ее 69 грамм против 90 чем у смита лак 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 лэс барона то есть палка намного длиннее намного мощнее немного туши и мы видим что разница в весе у него получается грубо говоря 20 грамм здесь и конечно действительно есть понимание смотришь что такие же толстые стенки то же самое спиннинг больше он просто легче и тусра приходит понятие что да действительно этот спиннинг сделан из какого-то материальчик это все-таки достаточно покачественнее потому что видно что он обладает таким весом который намного легче хотя и спиннинг намного больше да и вот если взять уже построю посмотреть вот это вот реально рапира то есть конечно у не строй еще намного прикольней к лавате чем допустим сравнивать с этим со смитовский спиннинг вот это вот да вот это действительно вот даже просто ее подержать потрясти она и легче и длиннее и вот она рапира вот это действительно как бы уровень уровень я просто скажу это относительно юфы но тут все сразу скажут ну чего то тут конечно юфы сравнил да и формы старые спиннинги ничего не скажешь есть у них легендарные модели ну вот второй претендент для сравнения этим спидингом я не ловил это black hole the one он у нас получается с тестом от полтора до восьми грамм и длина и вот уже небольшая метр восемьдесят да как бы сказать но все-таки по длине и смита да ну я им ни разу не рыбачивала когда же просто сравнивать для интересов видите сразу же вот такой прекрасный тубус наличии по которому можно проехаться на тяжелом джипе ничего не будет проверено я уже не раз переезжал бы хуловские тубусы вот такой матный чехол из более качественного материала да видите все выше то теперь мы просто сравним я достану давайте сразу же сравним весе по весу хотя спиннинги длиннее не метр пятьдесят девять а метр восемьдесят так сразу же взвешиваем казалось бы какая-то там корейская фирма там духу и что такое сми до так часа приноровнусь как он тут будет нормально 85 грамм то есть мы видим что палка больше по длине до блок холловская увидим что у нее смотрите длиннее массивней рукоятка да то есть это уже лучше потому что палка по длине и будет упор и и палка больше в длину и она легче на 5 грамм чем смитовская понимаете ну точно такие же титановые кольца да в титановых оправках видишь на правда сделано то есть тоже там из дерева из этого да то есть ну ничем не хуже единственное что вот если по качеству так визуально то видим пробка похуже качеством больше каверн заделанных шпатлевкой да это вот видно остальное по всему качеству никак не различается единственное что чуть-чуть по тут потоньше стенки бланка ну и спиннинг по длине и струю буквально чуть-чуть помедленнее чем лак ласбарона но это не самое главное главная цена почти в три раза два с половиной раза это стопудово а в некоторых случаях и в три раза дешевле те же самое титановые кольца больше ручка с большим даже упором даже еще удобнее грубо говоря и соответственно цена видите по сути дела спиннинг ничем не уступает по своим характеристикам то есть вот отсюда можно понять что как бы сказать и примерно так прикинуть своей голове что оказываться у смита возможно вот этот какой-то графитом с добавлением барона до барон вроде как утяжеляет там бланк но видно что он не супер да то есть блок холл луан который стоит там два с половиной раза легче он дешевле выбрали прошлую феймовскую которая намного больше длиннее и толще да и она легче да то есть это в первую очередь наводит на такие мысли меня что все таки какую-то там не уж не супер какой-то космический как бы сказать материал используют у нас фирмы smith ну и соответственно деньги мы платим больше чем за что-то другое да и имеет такую ценовую категорию а так конечно внешне мне нечего сказать отличный спиннинг с отличным качеством вот очень качественно японская вещь может быть еще конечно сказать такой вариант что мы просто стали жить уважаемые беднее да для японцев это конечно не такие большие суммы с ихними зарплатами это мы просто наверное стали жить похуже от этого для нас кажется дороже вот такой уважаемые прошел обзорчик все кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч